Привет, чемпионы! А что, если я вам скажу, что можно плавать быстрее, не тренируя функционалку и не работая над техникой? Как? Сейчас посмотрим. Сколько ты за тренировку делаешь поворотов? Сколько это у тебя занимает времени? И сколько времени ты можешь на них экономить? Есть два основных поворота. Это сальто и маятник. И оба мы уже разбирали на нашем канале. Сегодня мы разберем, какие ошибки делают спортсмены в этих поворотах и как их избежать. Первая ошибка, которая напрягает всех тренеров, это когда вы при повороте маятником подтягиваете свое тело за бортик. Вы теряете на этом драгоценные секунды. Так делать нельзя. Как нужно делать? Про это мы сняли отдельный ролик по ссылке в описании. Вторая дурацкая ошибка, это когда вы притормаживаете перед поворотом и начинаете разворачиваться через бок. Большое сопротивление в момент отталкивания. Не забывайте про стрелочку. Как сделать стрелочку? Раз, два, три. Следующая ошибка. Я хоть и говорил, что плавание от слова плавность, но здесь это не работает. Сила вашего отталкивания. Оттолкнитесь мощно. Мы перечислили ошибки, которые вы совершаете в момент поворота. Но есть куча ошибок, которые вы делаете после поворота. Давайте их разберем. В момент отталкивания смотрите на дно бассейна, а не вперед. Иначе вы ловите лишнее сопротивление. Следующая ошибка, это короткое скольжение. Или вообще его отсутствие. Когда вы просто оттолкнулись и сразу начали фигачить кролем. Это плохо. Обидно, что вы не используете энергию своего отталкивания. Ну, и склизкость своего тела. Еще одна ошибка, это слишком затянутое скольжение. Вы скользите, и ваша скорость падает. И, следовательно, подхват, то есть начало грибков, будет уже не такой эффективный, как хотелось бы. А как надо? Совершайте первый грибок, когда ваша скорость только-только начала падать. Чтобы первый грибок был самым эффективным. Потерпите, осталось всего две. Одна из них, это слишком глубокий толчок под воду. Если у вас слабые ноги, вы не сможете выплать оттуда, не потеряв скорость. Поэтому не толкайтесь так глубоко. И последнее, это вдох на первый грибок. Если вы не профессионал, то он может вас заметить. Чемпионы, если среди вас есть такой тренер, который уверен, что может легко влиться в наш коллектив и умеет работать с любителями, напишите нам. Но критерии отбора очень жесткие. А всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пока-пока.